Итак, всем привет! В сегодняшний выпуск я хочу показать вам программу, которая олицетворяет вершину технологических возможностей мода Open Computers. Собственно, называется она 3D-тест и находится на рабочем столе. Давайте мы ее запустим. Перед вами сразу же появится вот такое своеобразное интро и надпись Powered by Meow Engine. Это что-то типа название нашего трехмерного движка, который мы находили специально для этого мода. Собственно, у нас имеется вот такое трехмерное воксельное пространство. Мы можем осуществлять навигацию и перемещение камеры с помощью клавиш V, A, S, D и стрелочек. Ну, а с помощью клавиш на мышке мы можем вставить или удалять блоки в нашем мире. Собственно, здесь нужна обязательно шуточка про Minecraft в Minecraft. Собственно, вот такая вот, по сути, очень простая, очень интересная игрушечка. То есть мы можем опять-таки ломать нашу структуру, можем строить из этих блоков совершенно любые непотребные конструкции, то есть на все, на что хватит нашей извращенной фантазии. Ну и давайте я вас познакомлю с этой программкой, то есть с ее возможностями, и немножечко расскажу непосредственно про техническую реализацию этой программки. Ну, давайте для начала построим какую-нибудь фиговину, построим какой-нибудь трехмерный хуй. Так, если мы будем кратки, особо не будем тут выдаваться в детали. Так, так, и так. То есть вы увидите, что у нас есть некая даже симуляция реалистичного динамического освещения, то есть у нас некоторые поверхности освещены, некоторые нет. И с помощью клавиш на numpad мы можем перемещать виртуальный источник света и таким образом освещать определенные части нашей трехмерной конструкции. Ну, давайте по всему порядку. В правой части экрана у нас находится вот такая вот своеобразная панельчика, и с помощью мы можем изменить различные параметры движка и параметры объектов на сцене. То есть тем самым достигать как бы разных визуальных результатов на нашем экранчике. Начнем с самого простого. Здесь у нас имеется две вот таких вот херни, которые отвечают за параметры рендеринга самого объекта. То есть, к примеру, если мы выберем здесь режим Disabled, то у нас объекты рендериться вообще не будут. Если мы выберем здесь режим Constant Shading, то объект будет рендериться в таком виде, в каком он, скажем так, записан в оперативной памяти. То есть у нас объект состоит из полигончиков, у каждого полигончика есть свой индивидуальный цвет или, допустим, текстура. Ну, соответственно, в этом режиме они рендерятся в таком виде, в каком они, собственно, записаны. В этом режиме они рендерятся в таком же понимании, только с последующим наложением уже параметров динамического освещения. Собственно, во втором ComboBox у нас есть выбор дополнительного режима рендеринга. Это, к примеру, Wireframe, то есть подсветка полигональной сетки, или режим Vertices, это подсветка вершин наших полигончиков. Ну, и также в режиме Vertices у нас есть возможность увидеть, где располагается источник динамического освещения в нашем трехмерном пространстве. Положение источника можно перемещать, изменять, вернее, с помощью клавиш Numpad 4, 8, 6 и 2. Собственно, вот, видите, такая зеленая точка перемещается. Ну, и тем самым мы можем изменять режим, скажем так, освещения нашего объекта. То есть, видите, мы перемещаем источник света за объект, и у нас, как бы, вот эти вот стороны совершенно не освещаются. Перемещаем ближе, они уже освещаются. То есть, по сути, это полноценное динамическое освещение, реализованное в трехмерной игре, в другой, как бы, игре. Вот так вот. Собственно, давайте мы, допустим, в режим Wireframe снова включим. Здесь нажмем кнопочку Disabled, и мы можем, собственно, комбинировать эти два режима, и тем самым получить самые разнообразные картинки. То есть, мы можем ставить также все эти кубики и так далее. Собственно, давайте вернем все, как было. И перейдем вот сюда вот. Здесь у нас имеется вот такой вот своеобразный слайдер, который отвечает за включение перспективной проекции нашего трехмерного пространства на виртуальную плоскость экрана. Собственно, ну, кто шарит, тот знает, кто не шарит, в общем-то, тем, в общем-то, насрать. С помощью колесиковой мыши можем изменять Field of View нашей камеры, то есть поле обзора, и тем самым, как бы, увеличивать, условно, количество объектов, которые находятся на нашей сцене, которые может увидеть наша виртуальная вот эта вот камера. То есть, по сути, если у вас имеется некое пространство, и объекты находятся вот на таком, как бы, удалении друг от друга, на большом, то, соответственно, уменьшая, вернее, увеличивая Field of View, у нас больше объектов поместится на нашем экране. Ну, соответственно, немножечко будет сильнее тратиться ресурсы нашего виртуального компьютера. Собственно, ну, я предполагаю, что Field of View должен быть равен примерно 90 градусов, ну, там, плюс-минус. Это более-менее соответствует реальному отображению объектов, как в реальной жизни. Собственно, дальше у нас идет слайдер под названием визуализатор Z-Buffer. Если мы его включаем, то у нас сильно снижается правительность нашей игрушечки, но, по крайней мере, мы можем четко видеть, как у нас располагаются объекты в иерархически, скажем так, координатном пространстве. То есть, у нас наиболее дальние точки нашего объекта будут полностью черными, наиболее ближние у нас будут полностью белыми. Ну, то есть, давайте я вам покажу сейчас. То есть, видите, ставим еще, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше объектов, и, соответственно, у нас все эти объекты будут белее, а дальше они будут чернее. То есть, ну, как-то так. Этот режим сделан просто для баловства, то есть, просто показать то, что у нас имеется такая вещь, как Z-Buffer, такая вещь, как перспективная коррекция изображения и так далее. Так, ниже у нас идет панель управления системой динамического освещения. То есть, по сути, у нас есть виртуальная сцена, на которую мы можем добавить бесконечное количество различных источников освещения. Давайте, собственно, включим режим отображения самих источников, чтобы хотя бы понимать, где они находятся в пространстве. Ну, и, к слову, с помощью клавиш Numpad 1 и 3 мы можем перемещать наш источник выше и ниже. С помощью вот этих ползуночков мы можем регулировать интенсивность, то есть, условно, яркость нашего источника освещения. Допустим, а вот здесь мы можем вставлять дистанцию, на которую он будет освещать нашу трехмерную сцену. То есть, к примеру, если мы ставим дистанцию как можно меньше, а яркость как можно больше, то есть мы можем приблизить наш источник максимально близко к самому объектику. Допустим, вот сюда вот, таким вот образом. Сейчас еще и дистанцию поменьше сделаем. Ну, и как бы он будет освещать некую локальную область нашей трехмерной сцены. Ну, и также мы можем с помощью этих кнопочек добавлять или удалять текущий источник освещения. Допустим, добавим еще один источник освещения, у нас появляется где-то вот он здесь. Сейчас мы его передвинем немножко правее. И мы его уже управляем непосредственно им. Вот видите, точка перемещается, вторая. Вот так вот. Переместим, допустим, его повыше куда-нибудь сюда. Вот так вот. И все его параметры, то есть при добавлении, берутся как бы непосредственно вот отсюда. Третий, то он у нас будет располагаться уже, соответственно, вот здесь вот. С помощью вот этого комбо-бокса мы можем выбирать конкретный источник освещения для управления. То есть, допустим, либо второй, либо, соответственно, вот первый наш изначальный, который был на сцене. Мы можем, разумеется, динамически менять яркость каждого из них, то есть индивидуально для каждого источника. На сцене мы можем его удалять с помощью кнопочки remove. Мы можем удалить второй и останется, соответственно, у нас только третий. Но поскольку мы удалили первый, они как бы сдвигаются на один в иерархическом порядке, поэтому второй у нас стал уже как бы, который третий. Ну, вы поняли, в общем, как-то так. Собственно, сейчас яркость, обычно я беру 100, ну, соответственно, дистанцию максимально, сколько это вообще возможно. Ну, и таким образом у нас реализовано управление динамическим освещением. Собственно, если мы выключим всю эту фигню, это будет выглядеть гораздо красивее. Также у нас есть возможность выбора непосредственно блока, который мы ставим в наш трехмерное пространство, в наш мир оксильный. Допустим, выберем красный блок и будем его ставить вот сюда, то у нас уже головка нашего виртуального члена будет яркой, вот такой вот красный. То есть, если мы выберем, допустим, какой-нибудь там голубой блок, то он у нас уже будет голубым. Вот так вот. Но если вы берете режим constant shading, то убедитесь, что абсолютно те же цвета, которые вы выбирали в палитре, вот, собственно, они перед вами сейчас находятся. Так, flat shading, тырк, удаляем. Ну и также есть дополнительная опция по выбору, скажем так, цвета фона. Можно, допустим, выбрать ярко-белый, это будет, конечно, выглядеть совершенно ужасно в плане визуальном, но, по крайней мере, более-менее терпимо. Пусть будет, допустим, какой-нибудь там серый, черный, там не суть важна. Главное, чтобы, по крайней мере, визуально было приятно. Также в самом конце у нас располагается мониторинг изменения использования оперативной памяти, то есть, вы видите, как у нас срабатывает здесь garbage collector. Допустим, мы добавили какой-то объект, он у нас сработал, соответственно, использование у нас прекратилось. То есть, изменение использования прекратилось. Нажимаем еще раз, и изменение снова меняется. То есть, ну, понятно, в общем, примерно, как система это работает. Ну и дальше, в самом конце у нас имеется кнопочка Exit, чтобы выйти с нашей сцены, как бы, можно запустить нашу программку заново. Давайте сейчас познакомлю вас также с дополнительными возможностями, по крайней мере, нашего движка, которые, как бы, отсутствуют в этой программке, но которые, в принципе, как бы, имеются в своем движке. Ну, во-первых, справа у нас располагается непосредственно счетчик кадра в секунду. У нас имеется количество объектов на сцене. То есть, количество объектов у нас одно, потому что я здесь использую алгоритм Backface Cooling, так называемый. Очень похож на Майнкратовский. Сейчас я вам покажу, что это значит. То есть, по сути, у нас при установке кубика у нас не добавляется дополнительный кубик в нашу сцену. У нас изменяется текущий единственный объект на сцене, который, как бы, существует в виде единого целого меша, так называемого. В общем, опять-таки, кто шарит, тот поймет. И при добавлении кубика, вот все эти грани полигональные у нас, как бы, объединяются в одну систему. Вот таким вот образом. То есть, у нас не рисуется, не рендерится в очереди рендера непосредственно эта невидимая, как бы, грань. Но это сильно увеличивает, конечно, производительность. Так, выберем, собственно, обратно Disabled, Flat Shading. Также у нас здесь отображается количество вертексов на нашей сцене. То есть, количество наших трехмерных вершин. Соответственно, если мы добавляем какой-нибудь еще один кубик, то количество вершин, разумеется, растет. И количество треугольников также растет. Также у нас здесь есть опция по рендерингу виртуальных трехмерных линий. Но они очень красиво получаются, поэтому я добавлять не стал сюда. Есть режим рендеринга флотинг текстов. Я вам потом покажу попозже чуть-чуть такое. Есть подсчетчик, количество источников освещения на сцене. Есть FOV нашей камеры, то есть поле обзора нашей камеры. Позиция камеры, поворот камеры. То есть, естественно, в радианах или в градусах, не помню как точно. По-моему, в радианах. Изначально просто они здесь транслируются в градусы для понимания. Есть позиция дальней плоскости течения. Позиция ближней плоскости течения камеры. Позиция плоскости проекции камеры. Перспективная коррекция камеры. В общем, чего только нет. Ну и также вспомогательные, скажем так, клавиши, по которым осуществляется управление нашей сценой. То есть, стрелочки, поворот камеры. VSD, Shift, Space, помещение камеры. LMB, бла-бла-бла. Короче, все, собственно, с этим разберетесь. Ну и также по клавише F1 можно отключать вот эту хреновину. И, соответственно, сильно увеличивать производительность нашей программы. То есть, поскольку наша программа сильно зависит от мощности сервера, на котором вы играете. То есть, если вы играете на каком-то потном сервере, где там дофига леон и ядер, то у вас программка будет примерно 7, ну плюс-минус, да, реальных FPS. Абсолютно реальных FPS. Соответственно, если вы играете на домашнем компьютере, который не тянет даже копателя, то у вас будет примерно 2-3 FPS, ну как у меня, короче. Вот. Ну и также здесь в самом низу, белая заметная надписью, написан небольшой, типа копирайтик. Кто писал эту программу, это, собственно, я, товарищ наш Глеб. Товарищ Яша помогал с Матаном Глеб, помогал с реализацией трехмерного пространства. И также Бугушевич и Вторит, некая наша виртуальная муза, которая стимулировала нас к написанию всего этого дерьма. Собственно, здесь используются довольно много математики. Здесь используются алгоритмы рейкастинга, алгоритмы поиска плоскостей проекции, плоскостей пересечения вектор нормали, бла-бла-бла. Короче, в общем, кто знает, опять-таки, тот поймет. Рассказывать по подобным стихам я особо не буду. В общем, это не очень интересно. Лучше покажу вам дополнительные возможности нашего движка. Сейчас мы выключим эту фигню. Так, на весь экран, пожалуйста. Вот исходничек нашей программки. Все исходнички будут доступны на гитхабе, ссылочку там в описании. Если кому интересно, почитайте. Так, выключим наше интро. И покажу вам дополнительные режимы, с которыми, собственно, позволяет работать наш движок. Сейчас это мы хрен закомментируем. Это создание нашего трехмерного пространства, оксельного. Покажу вам сначала саму кошечку на сцене, которая изначально у нас была. Она просто сейчас у нас существует в виде трехмерного объекта на нашей сцене. То есть, по сути, на самом деле, сам движок, он создан для работы с трехмерными объектами. А та фигня, что мы сделали из него в Майнкрафт, по сути, виртуальная, это уже как дополнение большое к движку. Так, давайте переместим наши точки освещения. Где у нас тут эти вертексы находятся? Сраные, хрен пойми. Так, где у нас сам свет? Ага, вон. Так, 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 так. Ну, примерно как-то так. Единственное, что у нас у кошечки используются цвета, они довольно-таки темные изначально в основании. Поэтому, видите, подсвечиваются довольно-таки темно-серым цветом. Это уже, как бы, проблема не самого движка, это проблема самих видеокарт этого виртуального мода, который поставляет. Потому что у них есть ограничение по количеству возможных оттенков, отображаемых, в 250 штук. Соответственно, у нас не получается обратить правильную градацию серого. Но это уже, как бы, опять-таки, проблема не движка самого. Ну вот, это что касается непосредственно трехмерных объектов на сайте. То есть, это сама наша кошечка изначально. И также внизу здесь у нас отображается флотинг текст, о котором я говорил недавно. То есть, вот у нас флотинг текст 1. И это что-то типа текста, который постоянно смотрит на нашу камеру условно, якобы, в лицо. Вот, собственно, такие вот дела. Также у нас пока еще интересную штуку. Так, сейчас только найду до хреновины. Так, текстура, текстура, текстура. Так, 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 по-моему, как-то так. Сейчас глянем. Запускаем программку. Где у нас эта хреновина? О, это у нас текстурированная плоскость. У нас движок, в принципе, поддерживает текстурирование объектов. То есть, у нас действительно накладывается такая вот виртуальная текстурка. Это что-то типа вот такой вот сеточки, в которой здесь имеется насыщенность максимальная, цвет желтый, соответственно, яркость максимальная. И здесь яркость падает до нуля, и насыщенность вот здесь вот так же падает до нуля. То есть, это что-то типа симуляции HSB-палитры. Ну, по крайней мере, то есть, это показывает, что движок, в принципе, способен работать с текстурами. Единственное, что текстурирование, пока у нас видите, не совсем правильно накладывается. Надо потом все это дело исправлять, поэтому я это особо в финальную версию программки вставить как бы не осмелился Также у нас есть такая вот хреновина Хрен, конечно, сейчас найдешь ее По-моему, вот это оно, честно говоря, не знаю, сейчас глянем Если мы запустим нашу программку, то у нас появится здесь такая своеобразная плоскость Включим вот такой вот режим И у нас появляется плоскость, состоящая из неких таких вот фракталов, которые перемещаются постоянно в пространство динамически У нас появляется что-то типа такой вот динамической сцены Но, разумеется, если у нас был бы мощный сервер, то это выглядело гораздо более красиво И можно было включить даже режим освещения И тогда у нас прям вообще так очень красиво все перемещалось бы Это что-то типа похожее на некую ткань, на некие волны Или некие тренгулярные поля В общем, довольно-таки неплохо выглядит, в принципе Ну, по крайней мере, в качестве дэнки и возможности движка это, в принципе, сойдет Так, сейчас мы все это дело уберем обратно И, в общем-то, все То есть это все, что я хотел вам показать на сегодня Давайте подытожим Для чего вообще, собственно, снимался этот видос? Ну, во-первых, показать вам саму программку А во-вторых, показать то, на что способны компьютеры из этого мода при желании То есть, по сути, мы здесь имеем комп с двумя мегабайтами Всего лишь двумя оперативной памяти Имеем процессор, ограниченный искусственно до 100-200 Гц плюс-минус Имеем сильно ограниченную видеокарту С локальным набором цветов 256 И который также искусственно замедленно Собственно, и имеем программку, которая выдает абсолютно реальную реалистичную картинку С динамическим освещением, с текстурированием, с поддержкой кастомных цветов для каждого из полигончиков С симулированным воксельным миром И который выдает вполне неплохое значение FPS Ну, по крайней мере, для таких вот характеристик Это более чем хорошо И все это дело у нас симулировано в виртуальном мире Майнкрафта То есть вы понимаете, так к чему я клоню? По сути, у нас сам Майнкрафт выдает сейчас, ну, в моем случае, 29 FPS С учетом программки для записи видосика Соответственно, и у нас наша программка выдает примерно, ну, 3 FPS Если выключить эту фигню, то будет около 3 FPS, да? Если будет более мощная серия, у нас будет это около 7 FPS То есть мы подходим сейчас к такому историческому моменту Когда у нас полностью способна симулироваться виртуальная реальность в другой виртуальной реальности Ну, собственно, более-менее пряморухий программист Который способен хоть как-то оптимизировать свой код Он способен написать вот такую фиговину То есть, ну, разумеется, у нас здесь проведено очень большое количество улучшений нашего кода Здесь вместо матрицы используются линейные расчеты То есть линейные уравнения для расчета векторов То есть, чтобы это минимально нагружало наш процессор И, соответственно, сокращалось использование его ресурсов Здесь используются различные группировочные алгоритмы Различные отсечения полигональные Различные сплиты Очень грамотный алгоритм рейкастинга В общем, бла-бла-бла Все сделано более-менее на высшем уровне По крайней мере, для моего уровня кодерского развития Собственно, и вот эти товарищи, которые здесь у нас перечислены Они очень хорошо в этом помогали Большое им спасибо Собственно, в любом случае, как бы то ни было Понравилось, и программка вам понравилась Чтобы в нее поиграться, вам достаточно скачать нашу операционную систему Команда для загрузки операционной системы будет в описании видосика И, по идее, она сама, программка наша, вставится в месяц с операционкой Но если ее не будет, вы можете скачать ее в нашем апмарке Там вам вторая по списку что-ли идет И там можно, в принципе, в поиске ее найти будет В общем, всем спасибо До новых видео, до новых встреч